В Самарской области сегодня в 7.30 ввели ограничение движения для большегрузов на участках федеральных трасс из-за метели, сильного ветра, гололедицы и плохой видимости, сообщили в Минтрансе региона. Также закрыт ряд региональных дорог на территории районов. На всей территории области запрещено движение автобусов, в том числе перевозящих детей. На региональных дорогах работают более 300 единиц снегоуборочной техники. В связи с опасными погодными явлениями и временным ограничением движения на автодорогах, Главное управление МЧС России по Самарской области просит воздержаться от использования личного автотранспорта. Телефон для обращений в экстренных ситуациях 101 и 112. На маршруте Самара-Рождествено приостановили движение судов на воздушной подушке из-за метели, сильного ветра и плохой видимости, сообщили в Минтрансе региона. Подушки начнут ходить при улучшении погоды. В структуре Главного управления МВД по Самарской области появился отдел по борьбе с противоправным использованием информационно-телекоммуникационных технологий. Его возглавил полковник полиции Михаил Иванча. Основные задачи отдела – выявлять, предупреждать, пресекать и раскрывать преступления, которые совершают с использованием информационно-коммуникационных технологий. 18 января православные верующие отметят крещенский сочельник. В церквях и храмах проходит всеночное бдение. После литургии в храмах совершается освящение воды. Крещенскую воду весь год употребляют натощак в небольших количествах, обычно вместе с кусочком просфоры, специальным образом испеченным хлебом. Хранят ее в отдельном месте рядом с иконостасом. Зарубежные ученые выяснили, что регулярное и умеренное употребление кофе снижает риск развития болезни Альцгеймера на 65%, а болезни Паркинсона на 29%. Защитные действия связывают с кофеином и другими биологическими активными веществами. Некоторые полифенолы и фенольные кислоты с нейропротекторным эффектом улучшают двигательные и когнитивные функции при старении и депрессии. Субтитры создавал DimaTorzok